Всем приветики! Я хотел бы показать вам, как можно отключить через BIOS USB устройства, которые продолжают работать после выключения компьютера. Из-за того, что подается питание на USB порты. Как видите, у меня это звуковой спектр, он работает, хотя компьютер выключен. Мышка работает и наушники тоже работают. Для того, чтобы их отключить, нужно зайти в BIOS. Для этого включаете компьютер, и когда у вас на экране появится какая-то информация о клавишах, сразу нажимаете на клавиатуре кнопку пауза. Пауза, пауза, брейк. Нажимаете, и у вас становится все на паузу. Вы можете почитать, что из этого вам нужно. Нам нужен BIOS, нажимаем DEL, клавиша DELETE. Нажимаем на DELETE. И оно переходит в BIOS. Вот так вот у меня выглядит BIOS. У вас он может выглядеть по-другому. Но суть одна и та же. Это будет либо на управление электропитанием, электропитание, либо, как у меня на английском, Power Management. И в нем у вас может быть так и написано. Зарядка USB устройств. Или питание для USB устройств. В общем, какая-то надпись, где есть USB. Связанная с USB. В некоторых BIOS есть такая надпись, отдельная, которая позволяет включать или выключать зарядку через USB. У меня такой надписи нет. Здесь вообще нет ничего, что связано с USB. Как видно здесь, и про USB нигде нет ни одного слова. И я сразу не мог понять, как отключить. А оказывается, у меня есть такая функция ERP. То есть режим низкого энергопотребления. Там вот даже когда наводишь, снизу пишет описание функции. Конфигура Z-Deb-SX-Module. Debt-Sleep, то есть глубокий сон. Компьютер. Эта функция выключена, но если ее включить. Компьютер после выключения будет переходить в глубокий сон. То есть режим низкого энергопотребления. То есть питание, которое подавалось на USB-устройство, больше не будет на нее путаваться. И теперь уже недоступны функции пробуждения через клавиатуру или мышку. А если вам нужно. Хотя я думаю, вряд ли кто-то пользуется функцией, благодаря которой можно, нажав на мышку, включить компьютер. Здесь вот есть такая функция включения пока по сигналу мыши. То есть вы либо дергаете мышкой, и компьютер включается. Либо два раза щелкаете, и компьютер включается. Я думаю, никому это не надо. Можно случайно мышку дернуть, и компьютер включится. А вот зарядка USB. От USB я и никогда не пользовался. Я обычно заряжаю телефон от блока питания. Тем более, что это удобно. Блок питания можно подключить в любую розетку. Компьютер в одном месте стоит. Его же не унесешь куда-то в другую комнату. А блок питания можно унести в другую розетку. И, собственно, поэтому мне эта функция не нужна. Я ее отключаю. И после того, как мы ее отключили, обязательно нужно сохранить. То есть нажимаем на выход, save и exit. То есть сохранение и выход. Нажимаем выйти. И обязательно сохранить и выйти. Потому что можно выйти без сохранения. Тогда все, что вы сделали, ничего не сохранится. Поэтому нажимаем сохранить и выйти. Дальше. Компьютер начнет перезагружаться. Дождитесь обязательно, когда он дойдет до включения системы. Потому что у меня нет функции сохранить и выключить. У меня обязательно включается система. Потому что если этого не сделать, а просто нажать на кнопку, может использоваться BIOS. У меня уже такое было. А когда загрузится, вы просто нажимаете завершение работы и все. Потому что у меня было такое. Я не стал ждать, пока загрузится система. Нажал клавишу выключения компьютера. У меня он выключился. И при следующем включении было написано, что BIOS поврежден. Но благодаря тому, что была самим компьютером сделана резервная копия BIOS. Он с помощью этой резервной копии восстановил BIOS. А если бы такой копии не было бы, то я бы уже не включил бы свой компьютер. Потому что все. BIOS был бы сломан. Ну и как видите, включив функцию ERP, Depth Sleep Mode, все. Уже звуковой спектр не работает. Наушники уже не светятся. И мышка тоже. Таким вот образом можно отключить USB устройство через BIOS. То есть теперь, когда компьютер выключается, он выключается полностью. И питание ни на какие порты больше не подается. Вот. Ну а на этом все. Всем пока-два. Субтитры сделал DimaTorzok.